Наступило лето, время жарких деньков и забот по огороду. Как мы знаем, основное блюдо для Беларуси это картоха. Вот и я посадил себе немного картофи. Ну как немного. Нормально я себе посадил картофи. На всю зиму хватит. Вот оно мое полюшка поле. И у меня сразу завелись конкуренты. Вот они устраивают посиделки по одному, по два, по три. Сидят, кушают. Потом появляются и такие экземпляры, которые кушают еще быстрее. Ну что ж, кушай, приятного аппетита. И долго тебе тут еще сидеть. Агата, а что ты делаешь? Да, покажи. Ух ты. Ты уже столько насобирала? А зачем ты их собираешь? Картошку спасали. Да? А много у нас картошки? Да. Ну молодец. Собирать вручную, конечно, хорошо. Но в результате было принято решение купить опрыскиватель. Наш выбор пал на опрыскиватель конфессионный от фирмы Волод. Вот вы видите коробочку и полный комплект. С комплектом запасных резинок и инструкции к нему. Для демонстрации работы данного опрыскивателя я его заправил водой. Сейчас мы его пару раз скачнем и проверим. Достаточно. Как мы видим, есть два режима. Режим струи и режим распыления. Также можно производить регулировку красным наконечником. На самом баллоне имеется стравливатель давления. Я произвел частичную разборку данного опрыскивателя. Мы видим, что бучка имеет рифление для более удобного для использования. Вот стравливатель давления скучина. Все элементы имеют резиновые подлинные, которые в случае чего можно заменить. Все элементы раскручиваются для очистки после работы. Вот насосный блок, тоже снял его. Он также имеет резиновые уплотнения. В качестве средства для борьбы с нашим вредителем я выбрал это. Хотя средств на рынке большое множество, каждый может выбрать свое. И не забываем, что при приготовлении раствора, а также использовании его на поле, необходимо использовать средства защиты. Это защитные перчатки, очки для глаз, защитная маска для органов дыхания. Также защитить все открытые участки кожи. Лучше одеть какую-нибудь плотную одежду. Также перед использованием данного опрыскивателя еще раз внимательно почитайте инструкции. Она есть в комплекте и там все подробно расписано. С данной инструкцией также предлагаю ознакомиться в моем ролике. Самое главное в опрыскивании это защитить все тело от попадания ядовитого вещества, которое в бане. Теперь мы готовы. Подкачиваем давление и вперед. Что хочу сказать в заключении. Данный опрыскивател стал незаменимым помощником для человека, у которого есть свой огород либо дача. И спасет от сорняков и вредителей еще не раз, как он спасал и меня. Спасибо за внимание.